Нижний Новгород, Углич и Тула получат федеральные деньги на ремонт исторического центра. Это пилотный проект по реновации. Киров в него не попал. Это при том, что исторические здания в центре нашего города много лет не ремонтировали. Взять, к примеру, приказную избу или китайский домик и многие другие. Список можно продолжать долго. Илена Шарыгина выяснила, почему историю вятки не сохраняют и не восстанавливают, как это делают в соседних регионах. Приказная изба или пятийный дом, точная дата постройки и архитектор не установлены. Историки склоняются к тому, что здание было возведено в первой половине 18 века. А в первой половине 21 века дом выглядит вот так. Пока власть и общество десятками лет обсуждают восстановление старейшего дома Кирова, он пришел в негодность. И ведь не только приказная изба в таком состоянии, говорит историк Антон Касанов. Почти каждый дом в историческом центре требует как минимум косметического ремонта. Мне кажется, выстраивать здесь взаимодействие с федеральным центром, с различными программами, только так мы сможем достигнуть результата. Но что касается местного бюджета, и регионального, и муниципального, то совершенно очевидно, что те объемы задач, которые у нас стоят по ремонту даже просто старых зданий, они совершенно колоссальные. И у нас таких денег в бюджете нет. То есть едва ли в перспективе появится. В соседнем регионе нашли решение. Нижний Новгород, а еще Углич и Тула попали в пилотный проект по реновации исторического центра. Эти города получат федеральные деньги на ремонт и благоустройство территорий и зданий с историей. Это инициатива Ростуризма. Таким образом, исторические города могут быть привлекательнее для туристов. Кирова в этом списке нет. В правительстве говорят, попасть в программы исторической реконструкции не так просто. Большинство федеральных программ направлены на те объекты, которые находятся в собственности федерации. Так, например, программа развития культуры, которая недавно называлась развитие культуры и туризма, она осуществляется Министерством культуры Российской Федерации. И в нее могут попасть те объекты, которые находятся в собственности Российской Федерации, и объекты, которые находятся в епархиальной собственности. Один из ярких примеров федеральной помощи – Дом офицеров. Его отреставрировали несколько лет назад, но применения так и не нашли. Это все потому, что в Кирове нет как такового четкого понятия об историческом центре. Такое мнение высказал урбанист-философ Святослав Мурунов. Городского консенсуса нет. Все историческим центром понимают либо здание, либо пространство, либо еще что-то. Нужно сначала договориться о понятиях. Второе внимание, что у Кирова сложная идентичность. Даже в коммуникациях проскакивает то Киров, то Вятка, то Киров, то Вятка. То есть, вроде бы два города в одном месте. Таким образом, по мнению урбанистов, городское общество должно понять, что такое история Кирова. И после этого будет понятно, как может выглядеть исторический облик города на Вятке. Какие ценности нужно возрождать и банальные. Какие объекты в первую очередь должны быть отреставрированы. Елена Шарыгина, Сергей Лошкарев, Бюро новостей Давича.